Здравствуйте! Программа новости Большого округа на Ивантеевском телевидении. В студии Екатерина Дубровина. Сегодня в выпуске. Учиться по-новому. Педагогическая конференция расставила приоритеты. Гуляй, Красноармейск. Как самый маленький город округа отпраздновал 74-й день рождения. Любование деталями по-фидоскински. В Ивантеевке открылась выставка Владимира Иванова. Сейчас об этих и других новостях подробнее. О благоустройстве дворов, ремонте подъездов и своевременных инициативах. Жители дома номер 11 по улице Толмачева, а также 2-го и 4-го домов по Трубниковской обсудили, какие перемены произошли на их территории в рамках госпрограмм за последние 5 лет. Установка новой детской площадки, ремонт подъездов, благоустройство придомовой территории. Так звучат запросы жителей по улице Толмачева. Обсуждают проблемные вопросы с Ивантеевцами не в кабинете, а прямо во дворе. Конечно, жители волнуют всегда то, что рядом. Подъезд, лавочка, скамейка, двор, площадка, детская, спортивная. Очень большой запрос на благоустройство территории, на посадку новых деревьев, на создание такой комфортной, благоустроенной среды. На встрече не только депутаты, но также руководители управляющих компаний. Просьбы и вопросы здесь звучат даже от школьников. Здесь есть футбольное поле. Они очень хотят для того, чтобы ее благоустроить. Мы сейчас будем смотреть, будем решать, как им помочь. Они тоже очень заинтересованы. Вот юные друзья все очень хотят места, где можно было бы заниматься спортом, футболом. Особенно футбол вас интереснее. Так, Варене? Да. Некоторые из проблемных вопросов удается решить напрямую с руководителями управляющих компаний. Также депутаты призвали жителей активно голосовать на портале Добродел за благоустройство своих дворов. Иван Чинаев, Антон Рябов, Мария Барсукова и ТВ. Подвели итоги и поставили цели. Педагогическая конференция собрала учителей и воспитателей со всего округа. С приветственным словом на ней выступил Максим Красноцветов. О планах на будущий год в сфере образования городского округа Пушкинский узнавал Иван Чинаев. 19 стобальников и 196 медалистов. Итоги и достижения в городском округе Пушкинский обсудили на педагогической конференции. Среди участников, в частности, руководители школ и детских садов. К присутствующим со сцены обращается Максим Красноцветов. Мы должны с вами построить такую систему взаимоотношений, чтобы каждый педагог, каждый руководитель, который находится и стоит во главе своего учреждения, ставил перед собой амбициозные цели, ставил перед собой амбициозные задачи. Чтобы каждый педагог, в том числе молодой специалист, который приходит на работу, понимал, как он работает, где он работает, за что он работает. На конференции обсуждают также задачи на будущий учебный год. Среди целей, в частности, создание единого молодежного пространства, выход отдельных школ из красных зон и не только. Это стопроцентное участие всех школ в программе гимназии имени Примакова «Взлет». Это поможет нашим детям окунуться непосредственно в атмосферу Олимпиад, понять, как это происходит, механизмы, ну и познакомиться с этими сложными задачами, заданиями и непосредственно пониманием, как к ним подойти, с какой стороны и как успешно их решить. В рамках конференции Максим Красноцветов вручил почетные грамоты и награды руководителям школ и детских садов, а также поздравил всех с наступлением нового учебного года. Напомним, что в городском округе Пушкинский 1 сентября за партой сели более 35 тысяч школьников. Иван Чинаев, Антон Рябов, Мария Барсукова и ТВ. Театр Клоунады, группы «Челси» и «Лицей» весело и масштабно отпраздновал 74-й день рождения Красноармейск, входящий в состав объединенного городского округа Пушкинский. О самых ярких моментах праздника расскажет Людмила Ермакова. Той среди мы, сила поколения, Той среди мы, научное мышление. Яркие, сильные и счастливые. Несмотря на совсем не сентябрьскую погоду, день города в Красноармейске – зажигательный и яркий праздник. 74 года производственной и трудовой славы, 74 года возраст для человека преклонный, для города, открывающий новые горизонты. Жителей поздравляет глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов. По поручению губернатора мы сегодня занимаемся очень многими вопросами, развиваем социальную сферу, развиваем здравоохранение, образование, уделяем много внимания жилищно-коммунальному хозяйству. Я поздравляю вас всех с праздником, желаю вам всем, в первую очередь, конечно же, хорошего настроения, хотя погода живет своей жизнью, но тем не менее. Желаю вам крепкого здоровья, успехов, благополучия и всего самого-самого хорошего. Глава округа награждает почетными грамотами жителей, отличившихся долгим и упорным трудом на благо родного города. С большой радостью поздравляет своих земляков почетный житель Красноармейской депутат Московской областной думы Александр Легков. Поздравляю вас с днем города, поздравляю с нашим днем города. Нашему городу исполняется 74 года, на следующий год у нас юбилейная дата. Я надеюсь, что с объединением, с другими муниципалитетами нас ждет, как говорится, светлое, прекрасное будущее. Очень здорово, что вы сюда пришли. Я думаю, что у нас еще много мероприятий в этот день сегодня пройдет. Ростовые куклы – мастер-классы для детей и взрослых. Весело и шумно отмечают жители День Красноармейска, поздравляют друг друга и желают городу только лучшего. Процветание нашему городу, побольше концертов. Развлекательных программ, клубов для детей. Былаю всем хорошо повеселиться, чтобы у всех было хорошее настроение. Ну и с праздником. На мастер-классе были, дети делали рисунки нашей планеты, брелочки себе на ключи. Нам все очень нравится. Детки так выступают хорошо и красиво. Процветание городу, побольше думали о вот таких вот жителях. Желаю, чтобы город был хороший, чтобы у него было всем хорошо. Дневной праздничный концерт плавно переходит в вечернюю программу. Горожан радуют выступлениями известной группы «Челси» и «Лицей». Завершается день города традиционно. Большим куполом над Красноармейском расцветает яркий и пышный салют. Людмила Ермакова, Антон Рябов, Анна Белова и ТВ Филигранная живопись. В художественной галерее библиотеки имени Горбунова открылась выставка Ивантеевского живописца, мастера акварели Владимира Иванова. На вернисаже побывала наша съемочная группа. Родное Подмосковье. Так называется выставка Владимира Иванова, открывшаяся в художественной галерее библиотеки имени Горбунова. Художника не стало в 2020 году. В его картинах нашли отражения, любимые горожанами, родные места. Речки Уча и Скалба, Камягина, детский проезд. Его пейзажи... Поражают нас своей необыкновенной какой-то чистотой, вот этой вот нежностью. И я бы слово бережное сказала. Вот так бережно написано. Каждый пейзаж такой любовью, каждый уголок России. Владимира Иванова называют виртуозом акварельных пейзажей. Сегодня вспоминают, он родился и вырос в Ивантеевке. Учился в пятой школе. Оформлял книги издательства «Детская литература и наука». Но говорят сегодня не только об Иванове. Выставка приурочена ко дню города Ивантеевки, ставшей местом рождения целой плеяды талантливых людей. Вот земля, она талантливая. И известных людей, художников, архитекторов и так далее, и так далее. Писателей. Иван Федорович Горбунов удивительный писатель. Это сказчик, актер. То есть есть чем нам гордиться, что вспоминать, что ценить. Выставка Владимира Иванова будет работать до 30 сентября. Она проходит под знаком 6+. Вход свободный. В часы работы библиотеки имени Горбунова. Анна Пыльцина, Евгения Федорова, Анна Белова и ТВ. Внимание жителей Ивантеевки. Центральная городская библиотека переходит на новый график работы. Теперь прийти за книгами можно со вторника по воскресенье с 11 утра до 21 часа. Выходной – понедельник. О чем расскажет газета? Нашу программу продолжает обзор свежего номера еженедельника «Пульс Ивантеевки». Вышел очередной номер газеты «Пульс Ивантеевки». Какие новости за неделю? Год новых открытий. В Ивантеевке первый звонок прозвучал для 1300 первоклассников. Новая жизнь больничных корпусов. В центральной городской больнице Ивантеевки ведутся ремонтные работы. Прививочная кампания. Ветеранов призывают сделать прививку. Эхо праздника. В день открытых дверей творческие коллективы Центра культуры и искусств имени Кекушева продемонстрировали свои достижения горожанам. Городское хозяйство. Из лета в осень, не сбавляя темпов. Народная рубрика «Опрос по пятницам». Когда закончилась Вторая мировая война для нашей страны? А также афиши мероприятий, ТВ-программа и кроссворд. Живите жизнью города. Читайте «Пульс Ивантеевки». И о погоде на завтра. Из солнечного августа в октябрьскую слякость за неделю переместилась в Подмосковье. Температура стоит ниже климатической нормы. Во вторник, 7 сентября, в Ивантеевке будет пасмурно. Днем воздух прогреется до плюс 13 градусов, ночью до 10 тепла. Дождя не ожидается. И на этом у меня все новости на сегодня. С вами была Екатерина Дубровина. Всего вам доброго и до встречи на нашем канале.